здравствуйте чем занимаетесь, что обсуждаете здесь, чем занимаетесь, да просто общаюсь а что вам интересно, какие темы, да вообще без разницы, только не политик пожалуйста а почему политикой вы не занимаетесь, не обсуждаете не хочу нет нет спасибо давно не занимаетесь политикой я вообще в целом не занимаюсь политикой а политика вами занимается возможно у вас частично как-то видно чуть-чуть пожалуйста смесите камеру ну так более комфортно общаться кому? как минимум мне, вы же уважаете оппонента то есть я еще не знаю или уважаю оппонента, для того чтобы я сказал уважаю оппонента я должен пообщаться с ним вот люди, которые не интересуются политикой, как правило, то есть есть какие-то причины, почему они не интересуются политикой и как правило это потому что они внутри не совсем честны с самими собой и зачастую поддерживают мерзость зачем мне это зачем интересоваться политикой вы имеете ввиду ну да вот я общался до вас несколько дней назад садим он говорит тоже вообще не интересовался политикой а потом оказался в госпитале без одной руки он говорит не интересовался политикой вообще я говорю сейчас интересуетесь, он говорит сейчас интересуюсь только поздно говорить стало по вашему говору вы откуда-то с Украины нет я не из Украины странно, тогда с юга России почему именно с юга России, то есть у вас представление такое, что если юга России судя по говору понятно я просто слышу знакомый говор вы из тех мест тоже? я из Донецка а вы из Донецка вы переехали из Донецк и решили политикой не интересоваться да интересная позиция, а почему? а когда вы переехали из Донецка? четыре года назад то есть уже когда вся эта история была? да мне просто это не было, поэтому я уехал а что вам именно надоело в Донецке? да вообще все а вы когда? для моей профессии там нет никакого развития поэтому а то по профессии, ну если не секрет повар повар сейчас люди в Донецке не ходят по ресторанам не заказывают сейчас это опять начинает развиваться а до этого вообще никак это не развивалось понял ну а как вы представляете себе вот саму жизнь да? вот на данный момент если вы говорите вы из Донецка уехали там же наверное остались ваши родственники близкие люди какие-то ну конечно ну в целом сейчас все более-менее стабильно стабильно? ну более-менее да то есть прилеты там украинская армия сейчас с этим все получше интересно а вот когда это все начиналось вы поддерживали Россию наверное да? ну да российские танки заходили то есть вы тогда интересовались политикой? нет я не особо интересовался просто что больше поддерживал ну как бы потому что я русский интересно то есть люди которые уезжают в другие страны в Германию, в Америку, в Австралию потому что они русские они должны поддерживать Россию ну вот переезжают в какую-то страну да? важно где ты находишься абсолютно вот неважно кого ты поддерживаешь я вообще буддист мне вообще на сад абсолютно интересно интересная позиция а почему тогда в Россию поехали если вы буддист? вы же можете поехать в такую страну где в принципе то что вы несете пропагандируете не знаю или верите во что-то там это ближе я буквально несколько месяцев назад приехал в Питер обратно до этого я катался по Сибири по монастырям понятно хорошо а вот вам не кажется что потому что вот люди в Донецке вот были ну такие как вы люди которые в принципе им все равно они там преследовали какие-то свои меркантильные цели да жизненный там поваром быть или буддистом или еще кем-то да? и вот именно поэтому в Донецк зашел такой русский мир и начал уничтожать в принципе там население инфраструктуру приносить горе несчастье беды а что плохого в русском мире? а вы спросите это у людей которых уже нет живых или у тех людей которые потеряли людей близких своих да я своих братьев потерял так это хороший русский мир или плохой? если он принес вам несчастье и горе или вам все равно если что вы их потеряли? это не русские мне смерти принесли давайте пофантазируем а если бы не пришел русский мир на Донецкую землю и Луганскую потеряли бы вы своих близких или нет? сместить камеру мне очень некомфортно так общаться ну я не хочу просто эта камера далеко находится от меня я так ее выстроил уже то есть вы первый человек который в принципе мне это говорите сместить камеру мне просто очень некомфортно я ну правда получаю дискомфорт какой-то и это не очень хорошо понятно если бы вы политикой интересовались я бы вот наверное скорее всего так и сделал бы а так как я вот общаюсь с человеком который не совсем прощаться потому что я ненавижу так общаться с людьми я привык общаться лицо в лицо а я с вами лицо в лицо общаюсь просто я в вашем понимании немножко сдвинутый на половину нет ну вы же видите мое лицо я же не скрываюсь правильно вы же меня видите да все равно я привык общаться лично вот лицо в лицо понятно можем обсудить еще вот ваше положение сегодняшнее хотите обсудим хорошего хорошего вечера вам я думаю что здесь не дело в том что понимаете да как они сливаются сейчас как неудобненько становятся им уехал из Донецка потерял своих близких людей и не видит причинно-следственная связь но это самое настоящее место при этом он рассказывает про то что как он верит в Буду какой он человек повар да и так далее а на самом деле вот благодаря именно таким людям и пришел русский мир в Донецк Луганск вообще в принципе на территорию Украины и этот русский мир сейчас распространяется не только в Украине он еще распространяется и по всему миру у нас здесь в Соединенных Штатах Америки тоже есть такие любители русского мира ну вот я считаю что все любители русского мира должны собраться все вместе и в родную гавань ехать там их хорошо встретят все как они любят если надо к дереву привяжут забьют палками вот видео недавно смотрел как они воспитывают один другого где в принципе каждый сам за себя нет никакой ни помощи ни сострадания ни у одного к другому им все равно что происходит на другой части России вот так они и живут друзья здравствуйте 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 как ваши дела не жалуюсь а к вашей нормально вам уже есть 18 лет да работаете или учитесь мы работаем кем работаете аналитик референт аналитик интересно мне не приходилось здесь еще общаться с аналитиком референтом вот интересно будет пообщаться может быть просветите меня вот вашу специальность что вы анализируете книги книги то есть вы хорошо умеете читать писать наверное да русский язык хорошо знаете да как слово интеллигент пишется по буквам вам или как можете по буквам и н т л и г е н т понял а терраса как пишется терраса 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 да терраса 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 с двумя с понял ну если такие аналитики да нет брать у них все военный ты брат привет здравия желаем где сейчас находитесь? на данный момент дома вернулись? ногу оторвало вот даже так? да давно? в мае месяце сколько удалось повоевать? три с половиной года но 38 будем округлять 37 я там был 37 38 будем округлять так я планирую заниматься дальше воевать я должен добить парасов а если тебя добьют да по интересно не хватает то еще раз них хорошего там нету тут в 12 что не медаль медаль железо и которая туда пошел бы она не могла а какие медальки получают а какая разница сходи сам узнаешь какие медали я саду раз ты сходи посмотри зачем это заходит и что дурачок это на скрипке играешь я смотрю до это не скрипка а что это виолончель нет а что это это не скрипка а что это что за инструмент контрабас чё ты мне пей контрабас я контрабас я в отличие от тебя не имею такой привычки ну иди туда мерзость такая высу не доработали немного общаясь с такими кроме безгливости не ничего не испытываешь весь гнилой то внутри что снаружи и вот такие освободители идут в украину понимаете да за медальки как он сказал ну хоть честно сказал привет красавчик привет когда я вас не вижу как вы выглядите почему то что я вижу ваш только лоб а вот теперь вижу чем рулеты занимаетесь мы жрем ровно понятно ну и как вам роллы отлично ты когда не тел мы любим да что ты любишь тебя да вы подруги мы лизб а ты лизб нет почему а ты вообще мужик или женщина ну как вы думаете вы сможете определить ну по-моему ну по внешности ты как девушка типа а вот голос у тебя мужской да . может и трансгендер понятно а чё хотел чё звонишь я показываю таких как вы 5 рулетки и выкладываю в ю тубе чтобы люди видели вот какое общество сегодня ну не везде закрыт он это в некоторых местах будущее подрастающее поколение в россии такое же самое как и их отцы и матеря и так далее сожалению военный срочник да на каком направлении срочник смысле я скажу да я служу не боитесь что вас украину даком мы туда едем через деле нас на передоне отправлять мы кого так тоже вот ребят говорили что не отправят они в плену уже в украине находятся некоторых уже нет чё путин обманывается время как вы думать в чем он все время врет вы срочников не будет на мне что вы хотите услышать может вас сказать от кого прячетесь я не прячу ни от кого так просто камеру просто на понял чем занимаетесь при этом что обсуждаете ну это так просто жизни разговариваем смотрите свои 23 года есть почти все ну почему я ничего самый такой обсуждаемый вопрос я не сейчас ну все что мне есть у меня надо то есть хорошая машина квартира дом почему-то у меня не счастье россия для грустных россия для грустных не в той стране живете поэтому дело в стране конечно ну типа там другой стране я не жил я просто летал отдыхать но я не жил как вы думаете почему в россии судя так мало эмпатии у людей не знаю я не могу вот видно как у вас есть импатия кому-то из людей вообще ну конечно же есть не симпатия вообще не симпатия эмпатия эмпатия надеюсь вы знаете это слово из википедии нет конечно очень много людей в россии сегодня действительно у которых нет ни милосердия не эмпатии не сострадания не какой-то доброты агрессивные злые я бы не сказал что я какой-то злой человек чисто за себя хотя себе же никогда плохого да не скажешь а как вы относитесь к тому что происходит сегодня в мире в россии в украине и так далее то что сейчас происходит я не понимаю вообще за что идет это все ну говорят путин говорил гиросификация демилитаризация за это очень много людей просто за то что им платят большую кучу денег я вот до вас общался с одним человеком который только вернулся если можно звать до его человека не знаю он сидит пьяный ему ампутировали ногу он уже больше трех лет на воевал сказал за медальки он говорит и они мне нафиг не нужны он сказал эти медальки которые ему выдали ну надеюсь я пошел и воевал за деньги я так думаю большинство идет именно по этой цели ну что люди думают что они просто понимаете будет какой-то сам шанс в жизни что он служит за 30 тысяч на заводе херачь стать убийцей за 2 даже 200 тысяч вот я начинал с вами диалог и на про эмпатию про сострадание про милостердия про добро зло какое-то понимание то есть у людей получается полностью отсутствует эти чувства я я с одной стороны понимаю вас с одной стороны тут как это же как ну понимаете сейчас племена как раньше не воевали бы тебя сожрешь может человек не хочет вы сказали кучи ключевое слово как раньше было сегодня же не как раньше сегодня 21 век сегодня прогресс сегодня технология всего я просто говорю что типа вот допустим я не захочу убивать там данного человека а человек там не убьет один херк то есть получается я пощадил нет нет смотрите здесь такая тема что если бы кто-то напал на россию и например люди в россии брали в руки оружие защищались защищали своих близких детей жен друзей и так далее страну свою в конце концов это можно понять а когда тебе говорят вот тебе 200 тысяч должен ехать в другую страну и становиться убийцей вы считаете что это нормально в 21 веке вот это то что сейчас происходит за какие-то идеалы которые кто-то сказал по телевизору вы смотрите телевидение или нет я честно нет я смотрю меня смотрит отец очень сильно он очень серьезно прям найти какой-то как прям как будто он сидит за этим круглым столом и поддерживает наверно да россию путина нет он не то что не во всех смыслов понять просто не может просто каждый день говорю что куда-то двигается я ничего не вижу никаких продвижений только надвигали что можно всю украину захватить а по факту ничего не потому что это война в принципе россия уже проиграна это все понимают почему потому что агрессором всегда может действовать и в близк реки нет но страны да кто-то говорит так а другой что мы же не знаем может все таки есть какой-то но смотрите план давайте посмотрим на план великий план вот я вам сейчас просто говорю такую такое предложение а вы мне скажите ли я не прав шел третий год войны пустой области вам вас ничего не смущает в третий год войны курской области да он же вот только началось нет я к тому говорю что уже третий год войны идет и уже украинские войска находится в пустой области вас ничего не смущает что они прошли как так получилось что россия такая мощь такая великая держава да и украина там мы там бровь поднимем мы там за три дня мы там всех уничтожим всех победим и после двух с половиной лет войны украинские войска находятся на территории россии в пустой области и в принципе россия не может оттуда выбить украинские войска что это значит означает что россия никакая не может что слабые то что если бы у путина была возможность он бы давно все сделал нечем понимаете все разворована страна в принципе воров вот начинали с вами диалог вы сказали вот все есть а счастья нет потому что это россия вот именно в этом и есть ключевое это россия поэтому у вас не счастье там а если у вас голова на плечах есть вы были бы другой стране вы бы были бы радостным и счастливым человеком не в той стране родился нет есть люди которые родились в россии уехали из россии и сейчас тебя хорошо чувствует других странах но возможно я здесь кстати вот это выражение слышу очень часто в рулетке особенно девушки мне говорят я им говорю а почему такая грустная они не отвечают россия для грустных и это выражение очень часто можно слышать из роли чем женщина ничего такого не делает и грустно понимаете ей грустно да и зачастую то молодые девушки там у них все есть принципе то есть родители за ними смотрят как думаете чем все это дело закончится и вообще как это дело заканчивать вот если бы у вас было возможно переключились у него хоть как-то работает потому что если человек поддерживает мерзость он и есть эта мерзость что в принципе в россии сегодня ложь и рядом как-то так друзья напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам как всегда всем желаю добра любви и счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока